сейчас мы с вами зашьем щелочки дырочки по тайным швом и так мы зашивать будем все отверстия которые у нас есть в игрушке руках в ногах и здесь в теле просто вводим иголку прям как машинный шов у нас идет и так мы шьем пришли к концу теперь мы подтягиваем подтягиваем аккуратненько чтобы иголка не лопнула я взяла тоненькую поэтому аккуратненько поэтому я говорю аккуратненько если у вас толстая блок то можете тянуть совсем очень все и так мы зашиваем все значит игрушечку можно помять тело чтобы она приобрела формы бесцеллюлитные дальше мы берем голову и вставляем ее вот суды прям в эту шель она была ровно ну посерединке прошла здесь я чувствую мне прям пустоты пустоты хочется набить еще толстая палочка вот отсюда вот хорошо идет я наверное даже сейчас пришью голову а потом буду туда все это добивать а то она будет вылазить из шеи так хорошенько прям туда и затолкнули шов видите чтоб он посерединке встал так теперь мы берем иголку с ниточкой я сажусь скрипя так села это не я это стул и начинаем пришивать прям узелок я спрячу вот здесь сбоку всегда узелок такой получается с длинным хвостом и вот так потихонечку также машинным шовчиком мы соединяем голову с шеей или с телом кто с чем в общем сейчас мы набьем остаточки синтепона туда в глубину ой 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 зацепила уголкой зацепила так вот таким образом я вот думаю 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 набиватель так оставить принципе тоже неплохо так смотрится да наверно я так и оставлю а то еще с начнет расплющивать распирать все оставляем так сейчас порожки сделаем сначала мы знаете я че думаю чтоб голова не оторвалась во время игры детской дети любят же кидать подкидывать все мы сейчас с вами тоже пришьем и здесь она будет у нас пришита плотник и так мы прям идем вот здесь вот вот до сюда мы прошиваем ниточкой вот так такими стежочками так раз наметочными прям стежочками такими просто чтобы дойти вот сюда нам пришли теперь зацепляем тело вот так вот предпосмотрели где у нас идет главное зацепить посерединке тело нитку надо было двойную взять потому что она какая-то хлиплая ниточка у меня теперь опять назад уходим и так закрепляем чтобы она посильнее опять в тело чтобы не на одной нитке держался на на нескольких ниточках и вот так же уходим вот сюда то есть мы вот сюда не пришиваем и только зацепляем зацепляем морду посерединке принципе нормуль так теперь делаем закрепочку и нитку уводим в тело не в тело вывела в голову говорю одно а делаю другое так ну теперь мы это все вот так поправляем поправляем ну и прекрасно у нас голова вон как держится шикарно держится никуда ничего не болтай хоть что с ней делай ничего с ней не случится сейчас мы пришьем уши я что-то еще глаза не смотрел даже как мы будем пришивать или же сначала ноги как нам удобнее то где второе ухо я помню что у журафов они торчат вверх вот так не как у собак вниз так сначала рожки что сделать или глазки его даже не знаю с чего начать начать и закончить глазки будут такие глазки и вот тут будут вот такие рожки торчать сзади или вот тут спереди вот такие вот я просто примеряюсь инопланетяне так подальше так и здесь вот так вот так теперь уши относительно рогов будут где-то вот с него отлично прям вот супер мне нравится так мне нравится сейчас мы тогда пришьем бусинки в начале вы видим их в уши ниточки эти сюда пришьем уши то есть чтобы нам не выводить нитки где попал в принципе даже знаете у меня есть вот такие гвоздики гвоздики можно их вставить вместо глазок можно бусинками в общем смотрите сами если бусинками то вот отсюда советую прям их пришить давайте с вами пришью бусинки вдруг у вас таких гвоздиков нет пришли вместе бусинки для черную ниточку такая ниточка девчонки ну простите за этот скрип так вот все у меня падает как-то так бывает неподготовленность такая мысль приходит сразу во время съемки куда чего и зачем пришить поэтому я глубоко извиняюсь что у меня так все спонтанно происходит такой я человек оправдалась называется оправдалась так вот тут у нас уже будут мы отсюда и заходим вот сюда где у нас будет первый глаз берем глаз так что это такое вернулся ушел и вернулся туда же выходим что такое все так мешаются так и завязываем просто завязываем можно потянуть чтобы глаз был в глубине хотя он туда в глубину не уходит так завязали и обязательно клеем смазать надо обязательно потому что у меня ниточка она такая очень капроновая на скользит вот на это место мы пришьем уши как все неудобно то так видите она сразу начинает развязываться таким образом приклеим и на нее сверху ухо поставим о мы придумали как здорово так потом обрежете ускуточки следующее ухо ой снова я думаю о чем-то о своем теперь надо я не отметила где глаза теперь их надо пришить симметрично постараться сейчас на бегемотика похож но когда мы нарисуем жирафе кругляшки он будет у нас на жираф похож сразу же похоже что ли рядышком вернее или нет ну-ка посмотрим пока еще можно нет не рядом совсем не рядом теперь будем мучиться сейчас опять ушел сейчас возьму еще разочек эту штучку и наткнул буду мерить теперь сразу не измерила теперь буду мерить хорошо бы вот от этого шва померить вот вот так вот так дуб будет ровненько заходим берем буфинку и идем в буха смотрим вроде бы и ровно тоже время непонятно кстати можно даже ими сделать реснички чтобы был такой нежный жираф снова склеили теперь надо подумать из чего у нас будет состоять нос подумаю сейчас